Мюнхенский сговор 1938 года в СБ ООН, национальная мобилизация, Арам 1, ликует Москва, ликует Анкара, ликует их агент Никол. Пора пробудиться, чтобы остановить грядущие погромы. Отдадим Сюник, потом Гигаркуник, потом все остальное во имя сохранения государственности и внутренней стабильности. С таким призывом, пока только по части Арцаха, выступил СБ ООН, экстренное заседание СБ ООН по вопросу Арцаха прошло под Николовским геноцидальным лозунгом о правах и безопасности в контексте Арцах, это Азербайджан. РФ и Турция заявили об этом без обиняков, остальные – в обертке гуманности, прав человека и демократии. СБ ООН отверг право коренного большинства Арцаха на продолжение тысячелетней традиции национально-государственной жизни на родине. Только Франция решила настоять на возможности жить с уважением истории и культуры. Накануне заседания СБ ООН Никол Пашинян, по некоторым данным, призвал Францию отступиться от позиции по политическому урегулированию, заявив, что не поддержит предложение. День заседания СБ ООН был назначен не случайно, до этого было совершено очередное злодеяние геноцидального трио Ереван-Москва-Баку, в виде широкомасштабной агрессии против Арцаха и написанной в Москве бумажки о капитуляции Арцаха, а на деле Армении. Москва заявила, что арцахский вопрос закрыт, что это внутреннее дело Баку, то есть агрессия легитимна, этнических чисток нет. Предоставив участникам внешнего консенсуса по уничтожению Арцаха алиби в виде заявления Армения признает Карабах частью Азербайджана, Пашинян накануне заседания СБ ООН создал также искусственную маскировку для себя Армения не будет защищать Арцах в случае широкомасштабной агрессии Баку, так как агрессия призвана вовлечь Армению в войну и нанести удар по суверенитету, демократии, территориальной целостности РА. Не случайно представители ведущих в СБ ООН стран в своих выступлениях параллельно тезису о правах и безопасности использовали и данную дымовую завесу Пашиняна. Арцахская проблема должна быть закрыта, чтобы территориальной целостности и демократии РА ничто не угрожало, кто откажется от столь блестящей универсальной отмазки. Иначе говоря, отдадим Арцах на пожирание, чтобы пожиратель не сожрал остальную Армению. Контент выработанного в Анкаре и Москве известного смертоносного тезиса очевиден. Этнические чистки, геноцид, восстановление режима Бердзорского коридора, все подобные политические формулировки подменены словами вынужденная эвакуация, доступность гуманитарных грузов и прочей ерундой Пашинян еще накануне заявил, сыграв в подавки с министром Итцеапаров, что один. У Армении была армия в Арце-Ахее, то есть легитимизировал агрессию Баку не только в Арце-Ахее, но и в будущем, по всей территории РА-2. Населению Нагорного Карабаха опасность не грозит. Таким образом, в высшей международной инстанции была совершена попытка легитимизации величайшего преступления, сделкой Никола и тех, чем ставленником он является. Николовская дипломатия прилагает титанические усилия для избавления от Арцаха и всей Армении. Вожделенная для Никола позиция СБ ООН открывает перед Баку зеленый свет для того, чтобы поставить армян в Арце-Ахее на колени и предпринять новую агрессию против Еревана. Это не что иное, как мюнхенский сговор 1938 года с агрессором, который протарил путь для мировой войны. Нам остается как можно раньше избавиться от курка этой войны, Пашиняна, выработать новые политические и стратегические цели, смотри интервью Павла Далакяна и начать армейское строительство. Сложные, но насущные задачи.